слава украине привет всем от полонского многие на россии не верят что расисты творили зверства в буче в изюме напомню там сотни людей гражданских речь идет исключительно гражданских женщин детей мужчин неважно стариков были замучены российскими фашистами здесь в украине в херсоне то же самое творилось везде то везде где были расисты да и вот они говорят не мы не может такого быть мы же внуки деды воевали и все вот этом но так я вам расскажу сейчас как деды воевали я я даже не буду сейчас говорить там о львовской тюрьме которая но это достаточно такой дан на слуху да там где нкводисты когда они драпали со львова они просто перебили всех заключенных просто убили всех да и не буду сейчас о том как расисты убили польских офицеров в катыни не буду это общеизвестный случай и все как говорится тут все на лицо и доказывает тут совершенно нечего все очевидно есть менее известный случай вот я несколько вот таких вот прочитал и один из один из этих случаев хочу донести до вас как значит деды воевали да вот есть такое издание life science и вот они нашли очень такой печальный к сожалению случай он был не единичным сразу скажу таких много было когда советские солдаты мародеры сорок пятом году в польше уничтожали польских женщин ну вот такой вот случай значит первую очередь кого правильно монахинь значит альштынская больница ну монахини как обычно работали там медсестрами альштынская больница святой марии значит там они когда туда зашли так сказать освободители они их освободили вот они были сначала одни освободители немцы если вы помните немцы и советы были союзниками вместе напали на польшу с двух сторон победили представьте себе а потом значит одни освободители подвинули других а потом другие под подвинули этих да но они же были абсолютно одинаковыми что немцы что советы и вот значит зашли они в эту больницу святой марии и перебили там медсестер медсестры медсестры это были католические монахини ну я вам скажу так ладно если бы они просто расстреляли да вот как они любили делать и это ну сами понимаете медсестер взять расстрелять нет они их не расстреляли ну вот например была такая 42-летняя сестра она старше всех там была и самая такая вот смерть у нее была жуткая 42-летняя сестра кшиштофора на теле 16 штыковых ран наверно это от большой любви освобождали вы значит выкололи глаза и вырвали язык ну а как такое это освободители вот они пришли и освободили ее эту сестру значит тот всех остальных конечно же изнасиловали а потом тоже убили те были помоложе вот это вот так деды ваши воевали поэтому а ну пломбир правда вкусно кстати тоже пломбир же делались на американской технике в курсе да потому что криворукие советы не умели даже пломбир делать это все было американское да так что за пломбир тоже можете заткнуться аккуратно а и балет же хороший танцевали хорошо ноги задирали правда половина этого этой трупы сидела в гулаге другая половина танцевала потом потом менялись местами на тоже неважно да так вот вот вам такой типичный случай как они деды эти самые воевали они просто заходили это не территория германии где можно было бы знаете ну простить нет но хотя бы понять что они мстят немцам за то что немцы напали и вот зашли на территорию германии творили то что они творили а творили там неслыханное зверство окей это можно хотя бы ну какой-то психологии запредельной там но объяснить это это было в польше польша которая сама была жертвой германии они просто заходили грабили убивали резали насиловали вот пожалуйста вот вот такой вот случай поэтому удивляться тому что вот эти люди назовем их так хотя ну да вот эти люди творили в буче в изюме в мариуполе конечно же херсоне и так далее абсолютно не приходится у них генетика такая в буче в буче в мариуполе